Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем телеграм-канале 6 апреля сообщил председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка ее избирателей. «Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем будет навсегда в наших сердцах», – написал Володин. О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию и уточнили, что это удар для всей России, для армии и его сторонников. Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку. Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алмате. Был депутатом Госдумы всех созывов, начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента Российской Федерации от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Светлая вечная память. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео. До встречи в новом видео.